Всем здорова, чуваки! Это будет мой первый экспериментальный блог. Сегодня у меня план их сгонять в зал. Я уже сходил... Да, спасибо, что там чистит снег. Все замечательно слышно. Я сходил за подарком на Новый год к родителям. Это будет... Что это? Я уже забыл, что это. Это сушка, короче, овощей, фруктов, ягод. Потому что в саду у них всегда вырастает много ягод. Яблок. Я не всегда беру тут соседей, что сушеные яблоки. А тут они будут сушить сами. Сейчас стою, жду автик. Потому что машину отдолбать. Я также у меня в планах сгонять в СДЭК, забрать посылку от Эльбара. Еще какие-то две посылки сегодня в СДЭК придут. Тоже надо будет забрать. И в Яндекс ходить забрать посылку, которую я забыл в Питере. Провод Type-C от Айпада. Так что погнали. Кстати, погода сейчас минус 4. Руки все равно подмерзают. Недавно у нас была погода минус 30. Но минус 4 это еще приемлемо. Короче, наконец дождался я автобус. Еду в зал. Потом заеду к родителям, спрячу подарок мой, который им подарю на Новый год. Ну и потом отправлюсь в СДЭК. Подсниму тоже вам все, что я там получу. Но распакую, наверное, дома. Не буду распаковывать на улице, потому что могут там какие-нибудь мелкие части, которые могут выпасть. И лучше целую коробку донести, не распаковывая. И потом ее открыть дома. Следующая остановка, площадь маршала Конева. Так, чуваки, я пришел в зал. Уже отбегал минуток 8 на беговой дорожке. Сегодня у меня упражнение на спину. Будем делать и приступать к работе. Погнали. Фух, ну что, чуваки, я позанимался в зале. Сейчас отправляюсь домой. Пряток подарок для родителей. Очень хорошая тренировка была на спину и на бицепс. Привет тем хейтерам, кто говорит то, что почему я не хожу в зал. Я хожу в зал уже почти два года. Но вы можете дальше писать в комментариях, займись спортом, бросай парить, курить. Короче, а я погнал. Еще я, короче, забыл взять с собой гейнер. Обычно я его пью после тренировок. Но, увы, сейчас его у меня нету. Так что, как я приеду домой, выпью либо протеин, либо гейнер. Обычно надо пить в течение получаса после тренировки. Но я его не взял с собой. Кстати, я вспомнил, какая посылка будет от Вивбара. Это что-то наподобие адвент календаря, как было в прошлом году. Она будет просто большая. Я не знаю, как ее понесу с собой. Там помимо Вивбара должно прийти еще две посылки. Но я надеюсь, все увезу домой. Просто, когда мы были на выставке в Питере, на вейп-клап-шоу, у меня спросили, будешь брать с собой эту посылку. Я такой сказал, она большая. Они такие, да, она здоровая. Я такой, нет, спасибо, я ей не повезу, так как я лечу на самолете. У меня помимо этой посылки еще был целый чемодан электронок, который мы залутали на вейп-клап-шоу. Я также это скидывал в свой телеграм-канал. Так что подписывайтесь. Там скоро будет, надеюсь, будет новогодний розыгрыш какой-нибудь одноразкий. Так что жду вас всех там. Ссылочка будет в описании, короче, ссылка будет. Короче, не могу есть, хочу вообще очень сильно после зала. Зашел за бананами и за молоком. Сейчас быстренько перекушу и отправлюсь к родителям. Неудобно, кстати, снимать на айфон, потому что камера находится слева. Ты смотришь всегда на экраны, как будто смотришь куда-то в другое место. Надо с собой Соньку таскать и снимать. Если вам зайдут в логи, я буду брать с собой Соньку и снимать почти каждый день, монтировать и выкладывать. Пишите в комментариях, если зайдет вам этот влог. Также не забывайте подписываться на телегу, на инсту. Все я оставлю в описании. Инстаг, кстати, запрещена. Но ничего, подписывайтесь на нее тоже. Там очень много контента. А также на мой тикток. И всем привет из Кирова. Итак, я перекусил. Отправляюсь дальше домой. На Ленинг всегда стоит пробка. Хабсо стояние на машине. Прогуляюсь песочком. Намотаю шагов, еще так сказать. После хорошей тренировки. Так что советую всем тоже ходить в зал. Это вообще круто. А парить никого не принуждаю. Вот я снимаю шорты. И там в каждом шорты абсолютно есть. Лучше спортом займись. Брось парить. Я просто сижу и угораю с этих комментариев. Потому что по-любому пишут всякие школьники. Которые ничего в этом не понимают. Можно спокойно же пролистнуть в шорт. И смотреть дальше, что тебе нравится. Нет, нужно досмотреть до конца. Открыть комментарий. Еще что-то высрать в нем. И отправить. Вот это просто глупые школьники. Которые не понимают еще и пока что ничего в жизни. Короче, просто смешно с них. Ну что, чуваки. Я заехал домой. Спрятал посылочку. Для родителей на Новый год. Сейчас покушаю. Буду отправляться в СДЭК. А хавочка у меня сегодня пюрешка, яйцо и котлетос. Сейчас похаваю и буду собираться. Ну что, чуваки. Я вышел из дома. Отправляюсь в СДЭК. Почему-то курьер опять не согласовал со мной доставку. И просто взял и переставил точку доставки. Сейчас вот пойду и буду разбираться. Потому что неизвестно, где катаются две остальные мои посылки. Из трех. Одна-то точно пришла. Но пойду искать другие две. Итак, чуваки. Я дошел до СДЭКа. Сейчас будем разбираться, где мои две посылки. Почему курьер самовольный их привозит. Точнее не привозит, а меняет статусы. Надеюсь, они здесь. Я их заберу все сразу. Ну что, чуваки. Я приехал уже домой. В итоге. Курьер халатность проявил. И просто не доставил посылку. А хрен пойми, куда ее отвез. В итоге я забрал вот такой вот маленький коробок. От Фумари. Там вот одноразки я знаю. Сейчас приду, вам распакую. Но придется завтра опять ехать вдаль за двумя посылками. Я уже написал в поддержку СДЭКа, почему курьеры так халатно относятся. Хотя доставка сегодня у меня была. Я хотел уже сегодня снимать видос. Но в итоге он выбору просто поменять пункт выдачи и отвезти туда. И в итоге мои посылки придут только завтра. Кайф. Ну а я пошел распаковывать эту посылку и показывать ее вам. Потом буду монтировать ролик и выкладывать на еду. Всем спасибо за просмотр. Хотя какое спасибо. Я сейчас еще ее открою вам и покажу, что пришло. Так, чуваки. Сейчас будем распаковывать посылку. Знаю, что там у нас краски. Но не знаю, какие. Так, первое это у нас Виента ВТ-6000. 2%. 2%. 6.000 пуфов. Вкус табак, мята. Ну такой себе, если честно. Не очень любит вкус табак. Ну и второй это у нас Виента тоже. ВТ-6000. Вкус. Банан. Дыня. На ключе от БМВ, кстати, похоже. 10 мл жидкости. 550 мАч. Перезаряжаемый. 2%. 6.000 пуфов. Точнее до 6.000. Вот такие вот. Две одноразочки. Ну что будем пробовать в следующих видео. Сейчас всем спасибо за просмотр. За мой первый влог. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, не ставьте лайки. Пишите в комментарии. Будет интересно почитать, что вы думаете. А я пошел монтировать, кстати, не забывайте подписываться на мою телегу. На мою инсту. Все, все оставлю в описании снизу. Всем спасибо. Всем пока.